В эти дни славянские народы отмечают масленицу. Традиция поедания блинов полюбилась многим казахстанцам. И поэтому на этой неделе символ праздника появился на столах во многих семьях. Что еще пришлось по вкусу нашим соотечественникам? О какой уникальной истории праздника идет речь? Нина Шапо тоже готовится к проводам зимы. Галина Тимошевская, как только началась масленичная неделя, не отходит от плиты. Каждый день к женщине заходят в гости родные, друзья и соседи. Поэтому на столе всегда должно присутствовать главное угощение. Пенсионерка не доверяет модным и супертехнологичным сковородам, поэтому готовит по старинке на чугунной. Такие блины, по словам Галины Викторовны, намного вкуснее. С понедельника я уже начинаю готовить блины. Вчера готовила для своей семьи блины. Сегодня ко мне должны прийти внуки в гости. Мне три внука. Вот буду их кормить блинами. Ну а завтра рассчитываю для зятя. Делаю по обычному рецепту, как моя бабушка делала, как моя мама делала. Так же я делаю ничего сложного. Масленица – самый веселый и сытный народный праздник, который длится целую неделю. Все традиции направлены на то, чтобы разбудить весну и прогнать зиму. Главное праздничное блюдо – блины. Это связано с тем, что блин олицетворяет собой солнце. Как известно, небесному светиле древние славяне поклонялись как Богу. Для, наверное, древних наших сограждан и людей он имел аграрно-магическое значение, потому что люди с надеждой ждали прихода весны, готовились к этому очень загодя. Ну и столкнувшись еще и с религиозной традицией, то есть на масленичной неделе очень многое хорошо кушают, потому что потом наступает пост. В последний день масленицы по традиции принято на огромном костре сжигать соломенное чучело, олицетворяющее уходящую зиму. Каждый день масленичной недели имеет свое название, которое говорит о том, что в этот день нужно делать. К примеру, в пятницу – к теще на блины, в субботу – к заловке на посиделки. Сегодня второй день масленицы по традиции. Во вторник устраивались праздничные развлечения. Одна из таких забав – это катание с горы. Сегодня мало кто помнит, что это старинный обряд. Считалось, кто больше раз спустится с горы, у того будет богатый урожай.